Как путешествуете получать за это зарплату? О ком тоскует принц Вильям? И что еще предстоит узнать фанатам Гарри Поттера? Об этом не только в нашем обзоре. Проект World Life Experience ищет желающих путешествовать в течение года по всему миру за зарплату. Шести мужчинам и шести женщинам в возрасте от 20 до 35 лет предлагают объездить 40 стран Европы, Азии, Африки и других регионов. За это им обещают полный соцпакет, еду кров над головой и 2500 евро ежемесячно в придачу. За это время путешественники смогут провести дома всего несколько недель. Заявки принимаются до 30 июня. Стартует кругосветка в сентябре из Лиссабона. Голосуй за светку кандидата, станет светка светкой депутатом. Под таким лозунгом баллотируется в депутаты латвийского города Даугапилс одна из кандидатов, фитнес-инструктор Светлана Лонская. Вместо предвыборных роликов девушка снимает музыкальные клипы с призывом поддержать ее своими голосами. Светке кандидату предстоит серьезная борьба. В Даугапилсе на каждое депутатское место претендует по 13 человек. Муниципальные выборы в Латвии состоятся 3 июня. Фанаты Гарри Поттера больше не ждут пока что-то волшебники и его мире напишет автор Патерианы Джан Роулинг. Они создают истории сами. Независимая киностудия Triangle Films выпустила первый проморолик фильма об одном из персонажей саги «Главном злодея Валдеморти». Картина расскажет, как случилось, что бывший ученик школы волшебства стал самым темным магом. Фильм снимается на пожертвования поклонников Гарри Поттера. С авторскими правами все решили. Премьера фильма состоится не на большом экране, а в ютубе осенью. Черно-белое изображение герцога и герцогини Кембриджских с малышами иллюстрирует интервью принца Уильяма. Старший внук королевы Елизаветы рассказал о том, как тоскует по матери и сожалеет, что она никогда не увидит его жену и детей. А еще о нюансах воспитания принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Уильям признался, пресса своим вниманием усложняет детство королевских детей, но родители стараются сделать их жизнь максимально стабильной. Во время финала матча Кубка Португалии мяч арбитру доставил человек на дроне. Необычное шоу зрители увидели перед началом игры. Мужчина в футуристическом костюме пролетел над полем стадиона и возле трибун аккуратно приземлился и отдал судье мяч. Публика пришла в восторг. Человек на мультикоптере походил на одного из злодеев комиксов Marvel «Зеленого гоблина», который передвигается именно таким образом.